В эфире новостная программа Арцах. Элла Траст опровергает слухи о передаче туркам карт минных полей в Нагорном Карабахе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова уклонилась от прямого комментария заявления президента Азербайджана о том, что Зенгизур – территория Азербайджана. Ереван на фоне угроз Баку должен обратиться в совбез ООН, считает депутат парламента Армении. Итак, подробности анонсированных и некоторых других материалов. 12 марта президент Араик Арутюнян подписал указ о назначении Ваана Бадасяна представителям президента Республики Арцах по особым поручениям. Ваан Бадасян будет заниматься вопросами безопасности и проблемами перемещенных лиц. Занимающаяся обезвреживанием наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов британская благотворительная организация «Хэлла Траст» опровергает слухи о том, что в ходе войны или до нее передавала турецким силам карты минных полей в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в заявлении организации. «Хэлла Траст» осведомлена об утверждениях, что она якобы предоставила турецким силам карты минных полей во время или до Карабахской войны 2020 года. Более 20 лет «Хэлла Траст» работает в Карабахе, чтобы сделать жизнь местного населения более безопасной. «Хэлла Траст» удается работать в зонах конфликтов по всему миру только потому, что это не политическая и нейтральная организация. Это утверждение абсолютно ложно говорится в заявлении. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова уклонилась от прямого комментария заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что Зангизур – территория Азербайджана. Журналистка общественного телевидения Армении в ходе брифинга попросила Захарову прокомментировать заявление президента Азербайджана в ходе онлайн-встречи стран-членов Организации экономического сотрудничества о том, что Зангизур – территория Азербайджана. Захаровой был задан вопрос, не считает ли она заявление Алиева о Зангизуре грубым нарушением международного права и посягательством на международно признанные суверенные границы Армении, и не нарушает ли оно подписанное 9 ноября трехстороннее заявление, которое касается разблокирования региональных транспортных коммуникаций и путей. Мы отмечаем в целом конструктивный настрой, который демонстрируют и Баку, и Ереван в рамках трехсторонней рабочей группы под председательством вице-премьера в России Армении Азербайджана, сказала она. Захарова подчеркнула, что главная задача группы – реализация достигнутых на высшем уровне договоренностей о разблокировании всех экономических и транспортных связей в регионе. Мария Захарова коснулась также темы стартующих в Азербайджане военных учений. Учения в Азербайджане носят плановый характер и не создают рисков для стабильности и безопасности в регионе, отметила в ходе брифинга Захарова. В Азербайджане 15 марта стартуют очередные военные учения, в которых примут участие более 10 тысяч военнослужащих, авиация и артиллерия. По словам Захаровой, обычно военные учения проводятся всеми государствами Южного Кавказа. Она отметила, что делается это на регулярной основе, и соответствующая информация заблаговременно доводится до заинтересованных сторон. Минобороны Армении сообщила в пятницу о проведении с 16 по 20 марта во всех оперативных направлениях тактических и тактико-специальных учений с участием общевойсковых подразделений, всех родов войск и подразделений специального назначения. Планируется, что в них примет участие порядка 7,5 тысяч военнослужащих, артиллерия, ПВО и авиация, добавила Мария Захарова. На заседании 46-й сессии Совета по правам человека ООН в специальном формате было представлено видеообращение защитника прав человека Армении. Как отмечается на странице армянского омбудсмена Армана Татуяна в Facebook, перед видеообращением Совету был представлен более объемный письменный доклад омбудсмена. Как в видеообращении, так и в письменном отчете, отмечается, что во время войны сентября-ноября 2020 года азербайджанские вооруженные силы пытали и подвергали жестокому обращению армянских военнослужащих и гражданских лиц. Кроме того, азербайджанские военнослужащие в роликах с пытками и жестоким обращением используют те же слова, что и в официальных азербайджанских выступлениях. Преступления в отношении армян на почве этнической принадлежности поощряются властями Азербайджана, и это подтверждено решениями Европейского суда по правам человека. В видеообращении и письменном отчете особо подчеркивается искусственное затягивание азербайджанскими властями, освобождение и возвращение пленных, военнослужащих и гражданских лиц, несмотря на абсолютные требования международного гуманитарного права, что причиняет душевные страдания их семьям и глубокую эмоциональную боль армянскому обществу. МИД Азербайджана распространил заявление относительно событий в предместе Агдама 1992 года, которое содержит привычные обвинения в адрес Армении. СМИ обратились за комментарием к пресс-секретарю МИД Армении Анне Нагдалян. Азербайджан развязал против права народа Арцаха на самоопределение две широкомасштабные войны, которые привели к десяткам тысяч жертв. Азербайджан несет ответственность за лишения и потери, понесенные народами региона в течение трех десятилетий. В ходе двух войн, развязанных против народа Арцаха, как и в предшествующий им период, азербайджанская сторона совершала массовое изверство, включая этнические чистки и военные преступления. Совершенные азербайджанскими военнослужащими убийства гражданских лиц из числа армян Гадруцкого района Арцаха, оказавшегося под их контролем во время последней войны, были квалифицированы как военное преступление авторитетными международными организациями, в частности, Верховным комиссаром ООН по правам человека, заявила пресс-секретарь МИД Армении. Помимо освобожденной на днях ливанской армянки Марал Наджарян, в Азербайджане предположительно находятся еще три пленных армянки. Об этом сообщила адвокат Сирануш Саакян, представляющая интересы армянских военнопленных в Европейском суде по правам человека. Баку официально не подтверждает обстоятельства их пленения, сказал Саакян. На вопрос, ожидается ли возвращение новой группы военнопленных в ближайшее время, Саакян ответил. Думаю, в ближайшее время такого развития событий не будет. На данный момент таких внешнеполитических предпосылок нет. Ожидаем привлечения новых структур в рамках судебных процессов. Мы обратились в суд с просьбой передать вопрос в комитет министров. Это усилит политическое давление на Азербайджан в рамках Совета Европы. Комментируя заявление власти о том, что из-за внутриполитической ситуации в Армении Азербайджан отказывается возвращать армянских пленных, Саакян отметила. Внутриполитические события не влияют на это. Азербайджан занял такую позицию не потому, что в Армении проходят демонстрации, а на том основании, что не находят общего языка с властями Армении. Эта позиция также является официальной. Президент Армении 11 марта вернулся своими возражениями предложения премьер-министра и приложенный к нему проект указа о назначении Артака Давтяна начальником Генерального штаба вооруженных сил. В тот же день были получены аргументы премьер-министра по возражениям президента. Как сообщили СМИ в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, президент не подпишет указ о назначении и не обратится в Конституционный суд. Напомним, что 10 марта президент представил обращение в Конституционный суд с просьбой решить вопрос соответствия Конституции закона о военной службе и статусе военнослужащего от 15 ноября 2017 года. Решение Конституционного суда и принятие возможных мер может оказать существенное влияние на правовые механизмы увольнения и назначения начальника Генштаба, говорится в сообщении аппарата президента. Армения на фоне угроз Азербайджана должна обратиться в Совет Безопасности ООН и легитимизировать свое право на самооборону. Об этом заявил депутат от партии Светлая Армения Торон Симонян. Азербайджан, напомнил депутат, заявил о том, что заставит Армению открыть коридор через Сюник. Одновременно Баку заявляет, что азербайджанцы вернутся на свои якобы исторические территории в Зангизур и Ереван. Это не что иное, как угроза применения силы, запрещенная статьей 2 Устава ООН. Если к этому добавить предстоящие 15-16 марта азербайджанские военные учения, приуроченные к годовщине злосчастного Карского договора, которые являются актом демонстрации силы, а следовательно угрозой применения силы, то картина станет более полной, отметил Симонян. Подошло к концу эфирное время программы «Голос Арцаха». Мне остается сообщить о погоде в воскресенье. По прогнозам синоптиков, 14 марта на территории Арцах ожидается слабооблачная погода без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Термометры покажут ночью 0-5, плюс 7, плюс 10 днем. Дорогие друзья, до новых встреч на волне общественного радио Арцаха. До свидания.